Недельная глава Ноаха. Сегодня мы шестой-седьмой день постараемся пройти. Шестой-седьмой день. Значит, мы дошли до того, что Ноах вышел из ковчега с сыновьями. И, значит, написано так здесь. Да, написано так. И было сыновей Ноаха, которые вышли с ним вместе из ковчега. Шем. Одного звали Шем. Запомните, Семиты называют на русском. Как его зовут? Не Моше, Моссес. А Ирушалайм, как они назвали? Ирусалим, говорили в Древней Грекии. И так оно и зашло во все языки, что Шем они назвали Сим. А его зовут Шем. Второго сына Ноаха звали Яфет. Имя Яфет переводится красивый. Он был красивый. И третьего звали Хам. Хам это переводится горячий. Значит, Шем это имя переводится. Вот эти вот три типажа людей с тех пор существуют в мире. Есть три типажа людей, три направления. Шем, для которых главное это имя, название, понимание. То есть, интеллектуальная жизнь, глубина, вера, Всевышний. Это потом Тишема. Яфет. Это красивые. Те, кто строят красивые города. Рим, Древние Грекии. Это все пошло от Яфета. Есть люди, которые строят красивое общество. По красивым, правильным законам. Чтобы города были красивые и так далее. Это Европа. Европейская цивилизация. И Хам это горячие. Горячие это те, у кого очень сильно животная составляющая. Сущность вот этого, да, такая. И, значит, есть люди, которыми управляют их инстинкты. Есть люди, которыми управляют их тело. Это как раз потом Тихама. Вот этого третьего сына Ноаха. Вот было три сына и три типажа людей. Значит, и вышли они из Ковчега. У Ави Кнаан написано, и Хам, вот этот вот горячий, он был папой Кнаана. Зачем это написано, что он был папой Кнаана? Для того, чтобы мы поняли из этого, что в Ковчеге нельзя было размножаться. Но Хам, он не мог не размножаться. И он уже вышел из Ковчега. Значит, в Ковчеге только размножались Хам. У него получился сын Кнаан. Собака и Ворон. Вот это было три, которые нарушали закон Бога. И они, значит, в Ковчеге размножались. Дальше. Шлуша, Элю, Бней, Ноах. Три вот этих вот сыновей Ноаха. И от них распространилась, заселилась вся земля. То, что я вам уже сказал, что именно эти три типажа заселили всю землю. Ваяхель Ноах, Иша, Адама. И начал Ноах человек земли. Он был человек земли, он был земледелец, связан с землей. И вся земля была его. Поэтому написано, человек земли. Да, вся земля была его. И он засадил виноградник. Здесь очень важно, что Тора нам говорит, что первое, что он засадил, это был виноград. А почему именно виноград? Потому что есть мнение, что виноград это и было дерево познания добра и зла. Виноград это очень эзотерическое такое растение, в котором он растет, растет, растет. Вырастает в нем виноград. Ты берешь этот виноград, можно съесть виноград, можно сделать из него сок. Потом этот сок начинает портиться. Он начинает портиться и бродить. Это процесс брожения, гниения. И потом, бах, появляется из него новый абсолютно напиток, да, вино, который человеку меняет сознание. И очень много тут можно говорить метафор, но явно, что вино изменяет сознание. И что получается? Он засадил этот виноградник. И выпил он от этого вина, которая потом получилась из винограда. И он напился, он опьянел, стал он пьяный вообще. И что? И он оголился в шатре. Опять здесь идет метафора на первого человека. Не метафора, а отсылка идет на первого человека. Который съел от дерева познания добра и зла. И наоборот, он увидел, что он голый и начал стесняться. Написано, и стало ему стыдно, что он голый. А Ноах, он наоборот съел от этого же винограда. И он наоборот разделся. Мы видим, насколько вот это вот качество ума создавать свою реальность. Оно может действовать абсолютно прямо в противоположных направлениях. То есть в этом и было вот это нарушение воли Бога. Что когда он сказал человеку не есть от дерева познания добра и зла. Потому что вы станете как Бог. Сказал змей женщине. И когда они поели, то Бог сказал, они стали как один из нас. Как Бог. И что? И то, что когда человек своим умом начинает на белое говорить черное. На черное говорить белое. На добро говорит зло. На зло говорит добро. Когда, ну то есть вообще такие вещи люди придумывают, что невозможно. Вот здесь мы увидели, как это работает. Адам решен. Он съел от дерева познания добра и зла. И он был просто голый. То есть просто голый это просто голый. Это не стыдно и это не хорошо. А голый это голый. Нет одежды. Но человек, он может сказать, что голый это стыдно. И Адам решен первый человек. Он побежал прятаться. Ноах. Он напился вина и разделся. То есть, а что он говорит? Все нормально. И что было дальше? Дальше как раз идет конкретно антиалкогольная пропаганда. И увидел хам. Вот этот вот горячий его сыночек хам. У которого даже запрет Бога был размножаться в Ковчеге. Он размножался. Папа Кнаана. Сыночек его Кнаан был такой же, как он. Увидели они Эрват Ави, раздетого своего отца. И значит, говорит нам устная Тора, что они его и изнасиловали, и потом еще и кастрировали. Да? Да? И сказали потом они двум братьям снаружи, которые были, этот самый Шем, и Шем был там, и Яфет, что написано Ваягет Лешней Ахав Бахут. Для двух братьев, которые были снаружи, они сказали это. Ваягах Шем и Яфет. И тогда два этих сына Ноаха, Шем и Яфет, взяли они платье отца, взяли они одежду отца. И взяли они на плечи, пошли к нему, прикрыли его, написано. И даже они на него не смотрели, потому что по Торе надо почитать отца и мать. По законам Яфет, а Яфет это интеллектуальный человек, который за законы, за красоту тоже папу надо по всем законам и маму почитать. Они очень, даже они не смотрели на раздетого своего отца, потому что это было неправильно. «И очнулся Ноах от вина, и узнал он все, что сделал ему сын младший, и сказал, и что сказал Ноах? Арур Кнаан, проклял он Кнаана, почему-то он проклял внука». Устная Тора нам говорит, что он не мог проклясть Хама, своего сына, потому что Хама до этого благословил Бог. И он проклятие дал на Кнаана, на вот этого внука, который тоже участвовал в этом безобразии. И он ему так сказал, «Эвет, Авадим и Еле и Хав, что ты рабом рабов, ты будешь для братьев, для братьев». И дальше он продолжил, «Ноах благословит Бог Шема, и будет Кнаан рабом для него и для народов, для потомков Шема». «Яфет всесильный благословит Яфета, и он будет сидеть в шатрах Шема, и будет Кнаан рабом тоже для них». Значит, что мы отсюда видим? Вот если мы посмотрим историю человечества, дальше будет сейчас родословная Ахама, Кнаана, то есть от них пошли все вот эти вот африканские народы там и так далее, то есть которые были на протяжении всего человечества, они были в рабстве. И у кого они были в рабстве? У потомков Шема и у потомков Яфета. И тут красиво в благословении написано, что Яфет будет находиться в шатрах Шема. А когда это Яфет находился в шатрах Шема? Шатры Шема – это там, где учат Тору. И когда римляне выгнали, значит, евреев из земли Израиля, то получается, что римляне, греки, они владели Израилем, и это как раз были потомки Яфета. Они сидели в шатрах Шема, то есть в Израиле, в Иерусалиме, и, значит, все равно Ахнан в это время все равно был потомки Кнаана, были рабами рабов. То есть почему они были рабами рабов? Усна Тора нам говорит, что вначале они начали воевать все между собой, и одни других захватили в рабство. А потом захватили в рабство вот тех, которые потомки были, которые были, захватили в рабство, их тоже сделали рабами. Получилось, что те стали первые рабами рабов. Очень интересно. И было Ноаху после потопа шло шмоот шана вахамишим шана. А, и жил Ноах после потопа 350 лет. 350 лет он жил после потопа. И было всех дней Ноаха 900 лет и 50 лет, и он умер. В 950 лет жил Ноах. То есть Ноах был как раз из того поколения, которые были до потопа, и они обладали совершенно другими физическими качествами, чем на сегодня обладаем мы. То есть после потопа Бог установил, что люди будут жить до 120 лет, а люди, которые были до потопа, они жили тысячу лет. И Ноах как раз он был из тех людей, которые были до потопа, и он прожил 950 лет. Дальше идет перечисление, вот Талдот, вот родословие Ноаха, Шем, Хам, Яфет. И дальше рассказывается все их родословие. Я не буду перечислять как бы все их родословие, но идет, сколько было у кого сыновей. Это все были родоначальники народов. Но в то время, в то время после потопа было так. Вот, например, есть папа семьи, да, папа семьи. И у него есть его семья. Теперь, если он этот папа семьи, он хорошо сильный, хорошо может готовиться, охотиться, он как-то умный, объединяет свою семью, то его семья, она была такая мини-народ, мини-клан такой, племя. И они так размножались, 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 и жили они семьями. И тут вот дальше упоминается, упоминается дальше такой человек по имени, вот, Векуш. Куш, это был старший сын Хама, старший сын Кнаана был Куш. Он родил Немрода. Известное имя Немрод, это был такой царь. У Ахель Лиот Гибор Баарец. И Немрод был первый, который стал богатырем на земле. Что значит, он стал богатырем на земле? Представьте себе ситуацию, жили вот такие вот маленькие племена. Вот живет племя такое, у них есть там, они живут в шатрах, и они, значит, охотятся. Их главная была задача в жизни, это покушать. И вот они, значит, тут они убили какого-то там быка, тут они убили кого-то еще, тут они от льва спаслись. В общем, они все время на охоте. Женщины в это время землянику собрали, там, еще что-то собрали, собирательницы такие. Все они собирали, орешки какие-то нашли, там, ну, в общем, голод и страхи. И тут Немрод, который был такой очень сильный охотник, он говорит, слушайте, есть же вариант получше, давайте все объединимся. Если мы сейчас все объединимся, мы сможем, во-первых, захватить другие племена и забрать у них то, что их. Во-вторых, мы сможем объединиться и уже загонять там слонов, мамонтов и бедемотов, сможем загонять всех. То есть, он начал объединять людей, и он стал первым царем. Когда он стал первым царем, значит, он был Дебор Цаэт, он был великим охотником. И, значит, находился он в земле Шинар, это где сейчас Междуречья, где сейчас Иран, Ирак, вот в тех местах. И вот, значит, он построил там город, основал город Нинвы. Нинвы был древнеизвестный город, потом к нему добавил Рыховат, потом Калах, то есть, он развивал там инфраструктуру. Значит, дальше. Дальше рассказывается, как основался Египет. Медсраем это было одно из имен, одно из имен сыновей Хама именно. Дальше рассказывается о том, как, рассказывается о том, какие были сыновья у Шема. И от Шема пошли его сыновья, его родословия, и от него родился Авраам. Вот в этой главе как раз рассказывается, как родился Авраам. И вот тут начинается самое интересное. Сейчас история начинается, конец главы. Значит, в общем, от этих трех человек все племена, все народы земли были от сыновей Ноаха. И было. Вот, седьмой, значит, конец главы. И было. На всей земле был один язык. Современные ученые, для них огромнейшая загадка, каким образом может такое быть, чтобы... Ну, ученые знают, что вначале был один язык. Почему вдруг стало много языков? Как это все произошло? Вот тут рассказывается, и было на земле один язык, и были, такая очень интересная фраза, удворим Ахадим. И были одни вещи. Ахадим это одни вещи, какие-то одни вещи. Объясняет нам устная Тора. Одни вещи, это люди жили просто. То есть, было у них минимализм такой, да? Какое было у человека, у собирателя или у охотника, какое у него было имущество? Никакого имущества, потому что они все время кочевали, жили в шатрах. То есть, нет у них имущества. У них была очень простая, минималистическая жизнь. Теперь дальше. И в том поколении началась технологическая революция. Пришли они в одну долину. Было прекрасное место, речка, была долина. И сказали человеку ближнему своему, давайте-ка построим, давайте построим здесь город. А как ты построишь там город, если им надо кочевать все время, искать новые пастбища и так далее? И жить в шатрах там было неудобно. И тут кто-то, технологическая революция, он говорит, а давайте мы из глины сделаем терпичи. И обожжем вот эту вот грязь, вот эта глина. Что такое глина? Это грязь. Но если ее сделать квадратной и обжечь ее на костре, получится камень. Это было гениальное изобретение кого-то в то время. И они начали делать камни, а из камней они начали строить города. То есть это была технологическая революция того времени. Значит, давай построим из глины терпичи, обождем их, прям в Торе написано, обожжем их на огне. И будет у нас, вот эти вот терпичи будут вместо камня. И значит, а глина будет нам, она будет их слепливать вместе в одно целое. И они начали строить города. После того, как они построили города, они сказали друг другу, а давай-ка они сказали, прям так написано в Торе. Давай построим на мой город и построим в нем башню огромную, и она будет уходить в небо. И сделаем нам имя, чтобы нас не разбросало снова по поверхности земли. Значит, здесь Устная Тора нам рассказывает несколько направлений, что значит эти слова письменной Торы. Одно направление было такое, что они, так как они в то время обладали то, что сегодня называется магией, ясновидением, то есть они примерно видели, как работает духовный мир, и они понимали, что есть Бог, Творец Мироздания, который сотворил все это Мироздание. А есть человек, который по образу и подобию Бога, который тоже является Творцом, и который соединен с Богом только снизу. И то, что человек просит, представляет, думает, то, что сегодня называется квантовая психология, это тоже оно, человек создатель, и он влияет как на нижний мир, наш материальный мир, человек влияет. Один захотел, бомбу вбросил, второй захотел, там, ракету стрельнул, то есть человек же влияет. И также человек влияет на духовный мир, когда он только для влияния на духовный мир, есть специальные инструменты, это молитва, медитация. А магия, колдовство, они там тоже как-то в духовном мире что-то они там делают. И они тогда, так как они владели этой всей магией, колдовством, они решили, что мы Богу служить не будем, нам не нужен Бог Творец, Создатель Мира. Мы сейчас соберемся вместе, построим башню до небес, и мы все вместе объединимся, сделаем какие-то магические ритуалы, и сделаем так, что Бог уже не будет управлять миром, а миром будем управлять мы. То есть мы сделаем мир без права доступа Творца Мироздания. То есть они говорят, да, Творец влияет на мир, он его создал, он им управляет, но он же нам дал тоже права влиять на мир, так они сказали. И мы сейчас сделаем так, чтобы у Творца наше желание, чтобы здесь Бога не было. Мы пойдем против Бога. Значит, это то, что скрыто было за вот этой вот башней, которую они строили до небес, и что они все вокруг этого объединились. Дальше в Торе написано так. «Вайрат Ашем Лерот Этаир» «И спустился Бог увидеть город». «Бог» здесь написано как раз в четырех букве на имя. «Юткей Вавкей» — это имя, которое Творец, который Создатель Мироздания. То есть он тот, кто изначально задумал Мироздание. Он вообще непостижимый, неописуемый. И когда написано «И спустился Бог увидеть город», это просто, чтобы мы поняли, что произошло некое в духовном мире движение, которое называется «И спустился Бог, Творец Мироздания увидеть город». То есть действительно тот, кто сотворил Мироздание и Вселенную, для него как бы сжаться до момента, чтобы понять, что здесь происходит, это можно назвать словом «спустился Бог». Значит, увидел он «Вайрет Ашем Лерот Этаир Вет Амигдаль» и башню, которую построили Бне Адам люди. И сказал Бог, вот ведь Ам-Ихат народ один и язык один для всех. И вот он говорит «Везе Ахилам Ле Асот». И это то, что побудило их это сделать. А теперь, говорит, не получится у них сделать то, что они хотят. Что мы сделаем, он сказал, смешаем языки. И не будет у них одного языка, все будут говорить на своем языке, и не будут они понимать, человек ближнего своего не будет понимать, и не смогут они объединяться. И он смешал языки, значит, и оттуда их раскидал по всем земле. Поэтому называется это место, в котором это все происходило, как оно называется? Бавель. Бавель это, есть такое слово «бильбуль». Бильбуль это, ну, оно даже звучит так, бильбуль, балаган. Вот все вот эти вот бильбуль, балаган, мабуль. Мабуль это был поток. Вот все, что смешивает и стирает, это слово «билбуль». И вот, значит, все, он их смешал языки, они рассыпались по всей земле. И дальше идет рассказ про появление Авраама, который опять выстроил взаимоотношения с Богом. Вот происхождение Шема. Шем был, дальше идет происхождение Шема до Авраама. Значит, и, ну, вся глава идет, кто от кого, кто чей папа. И дальше идет, жил Терах 70 лет. И родился у него, Терах это папа Авраама. И в 70 лет родился у него Авраам. И еще был у него сын Нахор, и еще был сын у него Аран. И вот родословие Тераха. Терах родил Авраама, Нахора и Арана. И Аран родил Лота. То есть Лот это был племянник Авраама. И умер Аран. Значит, умер Аран, это один из братьев, умер в земле, в которой они родились, и назывался этот город Ур-Каздим. Каздим есть... Древняя была цивилизация, Ур-Каздим, они оттуда были. Но все это междуречие, где вот, где Ирак сейчас, где сейчас Иран, вот из тех мест они были. И взяли Авраам, Нахор, значит, взяли они себе жен. И имя жены Авраама было Сарай. Ее звали Сарай. Значит, Ишем, а имя жены Нахора Милка была. Дочка Харана, он женился на племяннице. И, значит, и была Сарай бесплодная. Жена Авраама была бесплодная. Прям Тора нам свидетельствует, что она была Акара. Значит, не могла она родить. Гамилка Лоялда. Адша Яйц как бы. Значит, представляете, была она бесплодная. И что дальше? И взял Терах Авраама, сына своего Лота, и, значит, вся эта семья, они вышли из Ур-Каздима, и пошли они в сторону земли Израиля, Эрецкнаан, и пришли они в город Харан, и там остановились. И было лет Тераха, Хамеш, они, вымотаем шина, 205 лет, и он там умер в Харане. Все, на этом глава заканчивается Нах. Какие у нас выводы? Давайте сделаем для себя выводы. Значит, первый вывод, какой можно сделать из этой главы, что люди были технологически... Люди все время живут, 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 потом приходит какой-нибудь Ним Рот, или какой-нибудь там Стив Джобс, и происходит технологическая революция, происходит изменение в мышлении. И это изменение в мышлении людей, оно обычно вызывается каким-то человеком, как Карл Маркс, например, придумал коммунизм, или там Будда придумал буддизм. То есть есть какие-то люди, у которых в голове рождается новая реальность, и потом весь мир подхват... Не весь мир, какая-то часть другая людей подхватывает эти идеи, эти идеи как бы поселяются у них в голове, и эти идеи начинают управлять этими людьми. То есть люди живут по каким-то схемам, и, к сожалению, мы наблюдаем такую тенденцию от первого человека, Адам Решон, который не послушал Бога. То есть Бог, Творец мироздания, он дал отличную систему, прям прекрасную. Он прям говорит, вот делай так, и будет рай, будет все хорошо. Но почему-то у человека есть вот эта склонность идти против Бога, как есть подростки, идут против родителей, например. Это примерно... Примерно та же сила, которая человека заставляет идти против Бога, примерно. Она точно так же подростку говорит, что он умнее, чем его родители, и что подросток, он лучше знает, как жить, чем знали его родители. Наверное, это вот это вот качество, да, которое есть. Теперь и люди, человечество, если оно идет не в ту сторону, то получается, что Всевышний, не то чтобы он наказывает, да, он так расставил, вот эта игра работает по этим правилам, да, он создал мир по определенным правилам. Если ты заходишь, например, пальцы в розетку засовываешь, то бьет током. Если люди начинают, например, там узаконивать гомосексуализм, то эта страна погибает. То есть идет вот, ну так оно работает. Так оно работает, поэтому, слава Богу, что у нас есть возможность изучать Тору. Слава Богу, что мы разбираемся и от источника мироздания мы знаем, как это работает. И что нам нужно сделать, это в себе разобраться и то животное, вот это качество, которое в каждом из нас есть точно так же, часть от Шема. Шем это тот, который для него важнее всего духовность, Всевышний. Часть от Яфета. Яфет это красота и как бы гармоничное управление этим миром. Но в каждом из нас есть часть от Хама. Хам это вот этот вот Хам, есть на русском языке. Ты кто? Я Хам. А он кто? Вот Хам. Он тоже Хам. Хамло. На русском это аналог такого животного, да. А на иврите Хам это горячий такой, да, это горячий-горячий. И вот это вот горячий-горячий вместе с Хамом, да, вместе с таким вот некультурщиной, да, такой, он человеку может просто испортить всю его жизнь. Все, друзья, шаббат шалом всем, чтобы мы провели прекрасный шаббат, чтобы в заслугу того, что мы стремимся ко Всевышнему, Всевышний точно так же приблизился к нам и услышал наши молитвы, чтобы мы делали то, что Бог от нас хочет, а Бог делал то, что нам нужно для счастья, для того, чтобы пройти этот жизненный путь, хорошо, весело, спокойненько и с Божьей помощью, чтобы получить, заработать себе вечную жизнь в раю. Все, всем удачи, успехов и шаббат шалом, шаббат шалом.